Я закончила вязание джембера Чайка и благодарю всех, кто мне написал комментарии и отзывы. Очень приятно, что вам это изделие понравилось. Уверена, все, кто будет его вязать, получат такое же удовольствие и от процесса, и от результата. Классное изделие и этот проект закончен. И сегодня я приступаю к новому проекту. Разработка нового изделия. Это изделие пока секрет, но изделие будет с одной стороны очень простым, то есть у него не будет никаких отделов, ни резиночек, ни планочки по поводу планочек. Посмотрим, резинки, сложной отделки отсутствуют. Программ никаких не будет, все буквально вот на пальцах. Расчеты минимальные, но при этом очень интересный силуэт и очень интересная техника вязания. Мы будем имитировать, имитация на имитацию, не изделие, а сплошной обман. Ну, ровно в стиле школы избы вязания. И первое, что мы делаем, конечно, традиционно, подбор пряжи и перемот. Пряжа вязать буду слонимской, три цвета, темно-зеленый, золотой и бежевый. И из этих трех пряж мы будем имитировать секционку, секционную пряжу. После того, как мы провязали буфы, здесь, прям загорелось связать еще что-нибудь секционке, но с ней есть проблема, ее нужно подбирать, и она требует особого отношения секционной пряжи. Вывязали горловину, все, у нас изменилась ширина секций. Там сделали пройму, все изменилось, все уехало. Поэтому мы будем имитировать и вязать а-ля секционку, типа секционку. Тот способ, который я вам предложу, не будет влиять на смену, на ширину секций. Все будет ровно по тому месту, по которому рассчитано, по которому мы с вами находимся, который мы сейчас вяжем. К тому же не у всех есть секционка. Подобрать ширину секций так, чтобы ровно выйти из одного цвета, вот пройтись секцией до другого, вот какого-то фрагмента, крайне сложно, но физически невозможно. Не бывает таких секционок, которые рассчитаны на ваше изделие. Мы сделаем так, чтобы у нас все получилось. Поэтому сейчас у тебя пряжа подобрана. Самое главное в этом джемпере, что пряжа должна быть тоненькая, в несколько сложений. У меня будет 5 сложений. В этом тоже один из секретов. И сейчас перемотка. Учитывая, сколько нужно моточков. В прошлый раз я показывала, когда вязала чайку, как я перематываю руками на маленькие бобиночки. Вот такие. Мотала я ее, мотала. Но сейчас это невозможно. У меня вот все, запястье не работает. Не могу мотать. Вот такой способ отпадает. Да, здорово, да, удобно. Хорошо держится, идеально мотается. Но физически не могу, поэтому будем применять технику, которая есть в каждом доме. Будем мотать на миксер. Модифицировать немножко нашу намотку. И смотрите, что я вам предлагаю. Возможно, кто-то возьмет себе на вооружение такой способ перемотки. Нам нужен миксер с одной насадкой, на которую отлично надевается ктулка. В чем суть? Делайте разрез в коробке так, чтобы насадка от миксера четко на нее проходила. Миксер лучше присоединить, приклеить в коробке, чтобы система наша не шевелилась, не двигалась. В коробке делайте разрез, но где-то вот поменьше третьей втулки, вот напротив. Широкий разрез не надо. У вас нить, когда будет наматываться, будет просто слетать с краю. Как обычно делаем разрез. Фиксируем нить, втулку и начинаем мотать. Бобина стоит на полу, я включаю миксер. Главное крепко держать нить, чтобы она наматывалась натяжением и не подходила к краям. Иначе петли будут слетать. И еще, почему не разваливаются мотки, которые мы делаем на моталке? Потому что они идут четко от края до края. От края до края. Здесь, если мы будем наматывать сначала одну краю, потом постепенно-постепенно, у нас эти петли будут просто слетать с машины. Их нужно фиксировать. То есть вы постоянно вводите от края до края нить, но за счет того, что она находится в отверстии, с краев слетать ничего не будет. И таким образом и мотушка достаточно объемная за счет коробки. Вот сколько до коробки места, столько она и намотается. До дна коробки я мотала не так много, а в общем-то огромные мотки не сильно нужны. Просто снимаете их с миксера и готово. Вот этот клубочек им можно уже пользоваться, а можно еще немножко усовершенствовать. Усовершенствовать моток будем тем, что надрежем немножко широкий край и завернем наружу. Получается отличная устойчивая конструкция. Когда будете вязать, ваш моток не будет падать. Итак, пряжу подобрали, перемотали. Перемотанных мотков нужно очень много, поэтому не руками делаем. И в следующем видео я вам покажу, что это за хитрая секционка такая, которая и не секционка вовсе. Не пропустите видео, а для этого подпишитесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...